Куда бы он не посмотрел, насколько хватало глаз, он видел странные белые объекты на своих сельскохозяйственных угодьях. Когда он проверял несколько дней назад, все было в порядке. Фермер Ханс потер глаза. Приблизившись, он понял, что белые предметы на самом деле были сотнями яиц. Вскоре после этого он услышал странный, но знакомый звук. Поле было бесплодным, и кукуруза исчезла. Вместо этого яйца были разбросаны повсюду. Казалось, что они вот-вот вылупятся, но Ганс забрался на свой трактор, готовый уничтожить их всех, когда вмешались его девочки. Шокирующее предложение. Они прыгали перед трактором, отказываясь двигаться. Они не могли понять, как их отец мог быть таким бессердечным, и уничтожать такие живые существа. Чтобы успокоить своих девочек, Ганс предложил кое-что еще, что их совершенно шокировало. Но что предложил Ганс, и почему он разрыдался, когда они наконец вылупились, воплощение его мечты в реальность. Жизнь фермера наполнена рутиной. Они просыпаются до восхода солнца и приступают к своей работе. Их дни наполнены тяжелым трудом, но это также очень полезно. Быть фермером всегда было мечтой Ганса, и теперь, когда он воплотил это в реальность, ничто не могло пойти не так. По крайней мере, так он думал. Нечто экстраординарное. У Ханса и его жены Бонни две дочери, Мэри и Жизель. Они живут на ферме, где выращивают овощи, такие как кукуруза, и пасут овец. Это простая жизнь, и экстраординарные события происходят редко. Так что вы можете представить шок на лице Ганса, когда он проснулся этим утром. Странное прерывание Ганс проснулся, как и в любой другой день, и надел комбинезон. Он всегда позволял своей жене поспать немного дольше себя. Он приготовил завтрак для семьи, чтобы они могли поесть сразу после пробуждения. Он собирался покормить своих животных, когда Гансу помешало нечто странное. Незнакомый звук. Когда Ганс стоял на кухне, он услышал странный шум, доносившийся снаружи. Было все еще темно, поэтому он не мог видеть, откуда он доносился, но он никогда раньше не слышал ничего подобного. Это вызвало у него жуткое чувство. Он стоял на кухне, прислушиваясь к звуку, когда что-то испугало его. Напуган до полусмерти это была его жена Бонни. Она подкралась к нему сзади и похлопала по плечу, отчего Ганс испугался до полусмерти и издал тихий пронзительный крик. Они посмеялись над этим, но Гансу это не понравилось. Он как раз собирался выйти на улицу, чтобы выяснить источник шума, но тот уже исчез. В сегодняшнем дне нет ничего обычного. Внезапно две его дочери бросились вниз по лестнице, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Где мама? С ней все в порядке? Мы слышали ее крик, закричали его девочки. Ганс посмотрел на свою жену, и они улыбнулись. Казалось, что это совершенно обычный день, но они понятия не имели, что происходит снаружи. Необычное поведение после того, как все закончили завтракать, Хансу наконец пришло время выйти на улицу и покормить своих животных. Он приготовил ведра с кормом и направился к курятнику. Его цыплята вели себя не так, как обычно. Они бегали по курятнику, казалось, чего-то боясь. Но чего они боялись? Что происходит? Затем Ганс заметил кое-что еще. Из курятника пропала одна курица. Где она могла быть? Он обошел клетку, но остановился, увидев небольшой пучок перьев, неподвижно лежащий на земле. О нет, подумал он. Это не может быть к добру. Хватаю коробку, Ганс точно знал, что это значит. Он бросился в дом за полотенцем и коробкой, положив туда безжизненного цыпленка. Как он мог умереть так внезапно? Буквально вчера с этим цыпленком все было в порядке. И как ему удалось выбраться из курятника? Не только цыплят, он продолжил свой обход и зашел в загон для свиней. Они были громче, чем обычно. Что здесь происходит? Подумал Ганс про себя. Он покормил свиней, и на короткое мгновение они снова притихли. Но Ганс знал, что происходит что-то странное. И он скоро узнает, что это было. По всему миру загадочные яйца в поле заставляют фермера плакать.